Итак, всем привет снова! У нас вторая серия. Значит, будем разбирать наши Science Points и честно заработанные прошлый раз. Значит, перейдем сразу в Research Center. Ну и посмотрим. Первый выбор у нас невелик. Это Basic Rocketry со свои 5 Science Points со своими 9 деталями. Самое главное то, что здесь есть два декуплера. Один от модов, второй базовый от Kerbal Space. Нажимаем. И вот тут у нас уже начинается цирк. Потому что нас заставляют делать выбор и чем дальше, тем больше. То есть идет специализация в разработке научной. Центральная это Stability. Это системы, направленные на стабилизацию нашего Space Shipp'a, но при этом есть здесь радиальный декуплер. То есть если предыдущий он был радиальный с точки зрения... Не радиальный, а линейный. То есть он состыковывал два бака и отстреливал друг от друга. То радиальный декуплер вешается по окружности бака и отстреливает то, что вы на него повесили. То есть так как в Space Shipp'a боковые ускорители твердотопливные в челноках американских. У них Space Shuttle. К нему вешается оранжевая морковка. Это бак с топливом. На нем нет двигателей. И сбоку вешаются два твердотопливных ускорителя. Из бака центрального используют топливо двигатели самого шаттла. Так вот радиальными декуплерами присобачены к морковке два твердотопливных ускорителя. Надеюсь объяснил понятно. Нижняя часть. Survivability. То есть выживаемость. Дополнительные парашюты, маленькие двигатели и самое главное батарейки. Стоит это все 15 поинтов. Верхняя часть нам недоступна по количеству поинтов. 17,9 у нас есть. General Rocketry. Это новые баки и новые двигатели. Вот кстати. Это одна из наших целей. Верхняя линейка. Будет приоритетной на всем протяжении нашей карьеры. Значит 18 поинтов стабильность вообще мне никак не интересно. Соответственно тут есть два варианта. Либо подождать и накопить до 20 и двигатели новый открыть. Либо Survivability. К сожалению Survivability не добавляет нам ничего полезного с точки зрения получения ресерча. Но она открывает новые технологии, которые позволят нам это открыть. И новые приборы, которые позволят генерировать нам науку. Соответственно ускорить получение ресерч поинтов. Как мы видим здесь больше 9 юнитов. Сразу остановлюсь на них. Вот все что за парашютом и вниз. Это все компоненты обеспечения жизнедеятельности. Для мода, который у меня не активный. Поэтому вот нам реально мы откроем раз, два, три, четыре. Ноги нам сейчас не нужны. Маленький двигатель. Ну 50 на 50. Батарейки полезны. Потому что без электричества. Даже с нахождением кербина. Кербонавта, прошу прощения. Внутри командного модуля. У нас теряется контроль. То есть у нас нет электричества на выполнение определенных задач. Но двигатель включенный генерирует электричество. Вот мы можем посмотреть. Первый альтернатор. Отпутат файл пауэр. Электрики чардж. 6 секунд. То есть на полной мощности данный LVT45 двигатель вырабатывает 6 единиц электричества в секунду. Поэтому в любом случае, когда у нас запущены двигатели, проблем с электричеством нет. Проблемы, когда у нас они выключены. Одна из задач, которая стоит перед нами, это достижение высоты 70 километров. То есть параболической траектории и возврата на базу. Давайте вернемся сейчас в наш Mission Control. Вот у нас тут новые появились. Сейчас пока мы их не трогаем. Смотрим. Escape Atmosphere. 70 тысяч. Но нам дадут за нее 15 единиц. То есть электричество нам здесь не сильно важно. Я вот сейчас пытаюсь рассказать то, как я себе думаю перед выбором технологий. То есть последовательность мысли или направление, общую концепцию, алгоритм действий, как я ориентируюсь, что мне выбирать. Потому что когда у меня их 3, это еще ничего. А когда у меня их там 8-9 на выбор, вот там выбор начинает интересно становится. Орбит. 30 очков. Но. Первое. Нам надо, во-первых, запас топлива и двигателей для того, чтобы вывести на орбиту. Следующий момент. Нам надо с этой орбиты как-то спрыгнуть и приземлиться. Мы можем оставить корабль на орбите и засадить одного из наших джебадая, например, на орбиту. И когда-нибудь потом его сдвинуть с этой орбиты, чтобы приземлить. Но это, если не планировать изначально и хорошо не знать Кербала, и не подумать, как мы его будем потом сталкивать с орбиты, если у нас не будет топлива, то миссия практически невыполнимая. То есть, mission impossible, impossible, то есть, не знаю, нужно нам это сейчас или нет. Поэтому тут два варианта. Первая сейчас выполнить миссию на эскейп по параболической траектории на 70 километров и назад. Ну и следующий момент. Давайте посмотрим, что нам подпихивают. Вот смотрите. Ха. 22 тысячи метров. То есть, нам дадут только денег, но мы можем совершенно, летя к цели в 70 километров, совершенно спокойно выполнить 22 километра. Берем. А вот тут появляются новые вещи. Значит, все, что начинается с тест, дает нам интересные возможности. Задача, которая ставится перед нами, ну потенциально, если мы возьмем, это наша задача, потестировать какие-то компоненты в определенных условиях. Это могут быть разные совершенно. Одни могут быть просто потестировать, да. Там есть такая опция появляется, как рамп тест, запустить тест. Некоторые должны быть запущены в определенных условиях, на определенной скорости, в рамках определенных высот. Например, протестировать парашют на скоростях от 320 до 600, на высоте от 18 до 5 километров. То есть мы должны построить наш тестовый аппарат таким образом, чтобы выполнить вот эти условия и иметь возможность выполнить тест. Задачи сложные, но вот именно тесты генерят науку. Смотрим. Иногда генерят науку, а иногда, видите, генерят небольшое количество денег. То есть условий очень много. Запустить парашют, да, потестировать внутри гравитационной воронки Кербина. Flying, то есть в полете на высоте от 8,5 до 14, грубо говоря. На скорости от 220 до 520. Условий слишком много. Награда плевая. Сразу в мусорник. Не нужно. Оно сгибридит новую. Не ной. Сразу такая реакция. Тест. Смотрим. Вот тут интересно. Смотрите. Протестировать двигатель TR18A. А, стекдекуплер, прошу прощения. TR18A. Он, кстати, смотрите. Если эта деталь недоступна вам по науке, но вы берете тест, она у вас появится в конструкторе. Будет отмечена синим. То есть в данном моменте, пока вы не проведете тест, она может быть вам доступна для постройки. Генерирует нам очень мало денег. Два поинта науки. В принципе, на начальном этапе карьеры, когда мы исчисляем десятками, пятерками, двадцатками науку, может сыграть свою роль. И можно взять. Тем более, условия выполнения плевые совсем. Кербин. Лендед. То есть, грубо говоря, мне не надо даже никуда взлетать. Мне надо построить такой агрегат, который прямо появится на рабочем запускном столе нашем. И все. И выполнить. И получим два поинта, пятьдесят денег. Смотрим следующее. Тест LV909 Liquid Engine. На орбите. Вот, видите, смотрите. На достаточно устоявшийся круговой от восьмидесяти трех и трех и до восьмидесяти восьми и семи. Шесть поинтов, восемь тысячи. Комплит еще девятнадцать. В принципе, можно подумать, но оставить на потом. Я обычно, честно, может быть, это какой-то и читерский ход, да. Но я сбрасываю те контракты, которые сложноваты. Я попытался раньше выполнять там все. Очень сложно достичь условий по высоте и скорости для определенных моментов. Потому что, например, вот ROGBO MAX Solid Fuel Booster, да. Это достаточно большая дура, которую надо вытащить на высоту в тринадцать-семнадцать километров. При этом разогнать корабль еще до четыреста-пятисот-пятисот-пятидесяти. То есть, всего лишь сто километров разницы. Сто метров в секунду, прошу прощения. Разницы окошка. И на этом условии его еще запустить и протестировать. Solid Booster отличается такой одной гадостной штукой, что точки коннекторов у него только одна сверху. То есть, снизу, там, где идет выхлоп, вы ничего не законнектите. Вот у жидкостных топливных, жидкостных реактивных двигателей, да, вы к нему можете присоединить снизу, дальше, 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 строить ступень. К твердотопливному это конечная ступень. Вот. Поэтому я его сразу тоже скидываю. Смотрите, я сгенерила вдруг. И все, тесты, тесты, тесты. У вас может не быть такого количества задач, потому что здесь стоят определенные моды у меня. И моды тоже добавляют определенные задачи. Смотрим дальше. Парашют. Нет. Тут нет. Это не тери. О! Solid Booster. На Kerbal Landon. Вот. Они хотят потестить вот этот вот баг Solid Booster, но условия другие. 6 поинтов, отлично. На Kerbal Landon, отлично. Беру. Даже не задумываюсь. Тест сепаратор. Не хочу. Дальше. Тоже. Две. Stack Decopler на Kerbal. Берем. Даже не задумываюсь. То есть даже залетать не надо. Здесь деньги. Все. Могу еще посбрасывать. Может вдруг сгенерят чего-то хорошего. Иногда бывает. Так. Incomplete. И так туда. В топку. В топку. То есть я могу в принципе вот это вот сидеть перебирать, если уже очень хочется науки, а выполнять возможности нет или это очень сложно и не хочется. Ну, давайте пока так. Вот мы что-то набрали. Мы разобрались немножко с контрактами, как они генерятся. Теперь зная, что нам надо выполнять, мы идем в в ресерч-центр и тратим свои 17,9. Ну, на что? На что? А у нас один выбор. Давайте мы пока повременим. И мы сделаем такую штуку хитрую. Вот мы когда в прошлый раз приземлились, мы приземлились вот в этой территории. И мы собрали пробы и EVA-репорт, сделали из этого места уже приземленный. Но EVA-репорт может быть сделан до старта в полете, в полете на низкой орбите, низких слоях атмосферы, высоких на орбите, низкое, высокое вокруг уже тело. То есть у нас очень много разных вариантов сбора этого репорта. Второй момент. На нашем космическом, в нашем космическом центре, на полях наших, есть разные зоны для взятия проб грунта. Это может быть проба грунта с взлетно-псачной полосы, прямо вот здесь со стартового стола, внутри кербала ресерча, это тоже приносит свои ресерч-поинты. Давайте мы сейчас соберем все, что мы можем. Оно сейчас приносит очень маленькие денежки, не денежки, я прошу прощения, а ресерч-поинты. Но для нас они имеют достаточно большой вес, еще раз повторюсь, потому что вопрос стоимости разработок сейчас идет всего лишь там единицами и десятками. Потом, позже, проводить их будет бесполезно. Они будут приносить по 2, по 3, по 5 поинта при стоимости новой разработки технологий в 50, 100, 300. То есть они бесполезны и легче слетать к какому-нибудь спутнику, чем заниматься перегребанием грунта вокруг нашего центра космического. Посмотрим. Вот у нас, кстати, этот Robomax Solid Booster. Мы можем сейчас сразу его взять и поставить. Кстати, вот 22 километра у нас была задача. Вот есть возможность на этом Solid Booster запросто сделать. Более того, мы улучшим нашу систему, так как у нас появилось несколько декуплеров. То есть мне не надо будет тащить на парашюте вот эту всю колбасу. Я ставлю декуплер и соединяю. Смотрите, что у меня получилось по Action Group. Запуск Solid Booster, отстрел декуплера, парашют. Красота. 22 километра мы сразу сделаем. Вот здесь можем посмотреть наши контракты. Мы его сразу здесь и запустим на Landed. Значит, стек декуплер пока пропускаем. 22 километра. Да, можем выполнить. Вот первая самая с новыми деталями миссия может быть сейчас опробовано. Так, загружаемся. Но перед этим не забудем сделать несколько репортов на старте. Первое. Сразу включаем Augmentation System, да, которая позволяет нам стабилизировать корабль. Правой кнопкой мыши Crew Report. Видите, у нас полный репорт. Потому что you recorded a queue assembled on the situation. То есть, crew report from launch pad. То есть, грубо говоря, как когда-то сказал Гагарин. Поехали. И эта фраза стала исторической. Вот примерно так же наш Джабадай говорит, что я нахожусь в кокпите корабля. Все хорошо. Готов. Иви и репорт. Можем тоже сделать. Почему нет? На него, иви и репорт, аж целых 5,6 поинтов. Сохранили. Вернулись внутрь. То есть, он вылез, посмотрел, как с этой высоты красиво смотрится наш центр. Зарепортил это все. Записал себе в блокнотик. И потом передадим ученым на разработку и анализ. На самом деле, для того, чтобы открыть верхнюю технологию Рокетри, я уже могу сейчас вернуть корабль ученым. И уже у меня будет порядка 7 поинтов заработанных. Но давайте выполним контракт. Почему нет? Вперед. Смотрите, сразу загорелась часть, что я уже выполнил тест Solid Booster. Все, еще 6 Science Points я заработал. Все. Теперь ждем, пока мы достигнем высоты в 22 километра. И потом благополучненько вернемся. То, что мы не разобрали в прошлой серии. Пока работает наш двигатель. Смотрите. Напротив двигателя появляется его описание. Твердотопливные или жидкостные. И графическое изображение его объема топлива оставшегося. То есть, мы визуально можем контролировать тот момент, когда у нас закончится топливо. В данном случае нам не так важно, но когда у нас будет разгон в несколько ступеней, потеря 2-3 секунд может стать очень критичной. То есть, я нажимаю пробел, отстреливаю деталь нашу. Она полетела себе вниз. Мы продолжаем двигаться вверх. У нас СПАС ускорения в 500 метров в секунду. 22 километра мы делаем смело. Вот, бам, загорелось. 22 километра сделали. 11 600 заработали. Ученых мы не порадуем сайенс-поинтами, но финансистов так точно. Ждем, пока у нас закончится разгон по вертикали, и мы начнем свободное падение вниз. Джабаная наш радуется, так как мы уже сделали репорт. Забить новый репорт о состоянии сейчас не получится. Придется переписать старый. Поэтому будем последовательны и потихонечку собирать. Потому что с запуска вверх мы наделаем еще десятки, если не сотни. А вот репорт со стартового стола мы можем забыть после третьей-пятой технологии, как страшный сон. Потому что, опять же, она дает очень маленькое количество сайенс-поинтов. То есть, все как действительно в жизни. Посадили белку и стрелку, запустили, посмотрели, живы, здоровы. Давайте думать, что мы можем делать дальше. Обезьянки полетели. Если обезьяна, полетела выше обезьянка, человек. Ну и вот сейчас мы знаем. Недавно, пару дней назад, вот индусы запустили на Марс, наконец-таки, миссию. Вроде пока успешно. Россияне вот недавно пристыковались к МКСу. Причем, достаточно хорошо, судя по всему, расчет полета был. Они застыковались с МКСом буквально через сутки. С момента старта, я помню, когда Востоки, Союзы стыковались. То есть, это чуть ли не недельные миссии были, потому что они, во-первых, сначала выравнивали орбиты, потом синхронизировали орбиты, потом ждали, пока корабли сойдутся на максимально близкую дистанцию. И только тогда начинали процесс стыковки. Вот, сейчас, видимо, так хорошо рассчитали и пустили, что процесс выравнивания орбит, синхронизации орбит и выравнивания скоростей двух космических аппаратов был проведен очень быстро. Я детали не смотрел, но результат говорит сам за себя, зная механику. Вот, смотрите, кстати, наш ускоритель падает сам себе и мы падаем, но мы его на обратном ходу обгоняем. Так, 4 километра можно парашют выпускать. Смотрите, сейчас мы тормознемся, видите, и чуть-чуть-чуть мы замедлились, то есть мы не так быстро обгоняем наш ускоритель. Когда мы откроем парашют, у меня есть подозрение, что ускоритель нас обгонит обратно. Вот даже сейчас он у нас начал обгонять. Видите, расстояние между нами начало уменьшаться. Вот интересная такая деталь. Ой, куда мы упадем? На поле упадем. Хорошо. Видите, несмотря на то, что мы вертикально взлетали, нас все равно сдвинуло. Видимо, все-таки ветер... Вот, декуплер, не декуплер, а твердотопливный ускоритель. Бабахнул. Так, с 500 метров спускаемся, видите, со скоростью 6,4. Вспоминаем, в прошлый раз нам с маленьким ускорителем скорость была под восьмерку и на посадке была 7,7. Вот если бы сейчас такая же скорость была, да, больше парашют или что, вот тот тогда бы наш ускоритель не взорвался. Ну, нам уже дали декуплеры наши ученые, за что им огромное спасибо, и мы себе летим вниз. Пока скучаем на посадке, подумаем о том, чем мы будем заниматься в ближайшее время, что разбирать. Значит, опять же, по опыту, на сегодня у меня уже порядка к 600 часам подбирается суммарное время по статистике Стима. Я еще до Стима покупал игрушку, то есть там еще часов 200, наверное, вгрохал в нее уже несколько лет. То есть решил с вами всей этой информацией поделиться. По опыту, думаю, сказать, следующие миссии у нас будут на Муну сразу, потом на Минмус. Дальше нас загонят на исследование внешних и внутренних планет относительно Кербина. Смотрите, значит, мы приземлились благополучно. Единственный репорт, который у нас еще остался свободным, это репорт по взятию грунта. Мы делаем EVA, выходим, отходим чуть-чуть от корабля, делаем Take Surface Samples, получаем 2.3 Surface Samples from KSC. 2-3 поинта тоже хорошо. Заходим, а, кстати, отдельно, а мы уже брали. Видите, если мы брали, у нас есть EVA Report, вот, нет здесь ничего. То есть Take Surface Samples, Review Samples. Я могу взять и посмотреть, что я уже засторил к себе в блокнотик. Так, заходим, борт, все, заканчиваем нашу миссию, смотрим на итоги. Значит, итоги у нас получается на сегодняшний момент суммарное 34 поинта ученых, научных, 10,2 прирост за последнюю миссию. В частях мы сэкономили опять тысячу, Crew Report, еще плюс 25 в репутации. Done. То есть 34, вот теперь, как говорится, гуляй душа, можем покупать детали. Однозначно сразу 20 поинтов тратим на Rocketry. И видим, у нас еще раздвоение пошло, да. Тут уже на Advanced Rock, более серьезные топливные баки, ускорители твердотопливные, двигатели. Кстати, вот это двигатели из Cover Rocket Remoda. Вторая часть, это General Construction. Construction, это утилитарные части, как то страты, да, которые позволяют, ребра жесткости, которые сцепляют наши детали. Из CAS модуля разные детальки появляются, декуплеры, на стартовый стол ланчеры стабилити, да, которые вначале у нас открываются, да, и корабль уходит. Самая главная вещь, это Attachatron. Это Docking Port. То есть вот благодаря этой детали я начну строить корабли, которые я могу состыковывать в космосе. То есть более сложной конструкции. И вот если, кстати, эту деталь я открою и присобачу на какой-то один из моих модулей, да, которые запущу, вот тогда я могу не беспокоиться о том, что как бы мне его забрать потом с орбиты. У меня есть точка состыковки, я могу его подцепить, как паровозиком, кораблем, который имеет запас топлива, двигателя, и остановить, и уронить на землю, там, с тем же парашютом, или с чем я там придумаю. Так, 14 поинтов на пятна, вот видите, мне не хватило 0.9 на эти вещи. Но, так как я взял Rocket 3, у меня есть возможность уже запустить суборбитальную, а может быть даже и орбитальную миссию. На сегодня с этим все. Мы разобрали сегодня немножко более подробно контракты, что с ними делать, какие брать, какие не брать. Но, опять же, вы вольны выбирать сами. Всегда челлендж остается за вами. Вам его дают, вы либо да, либо нет. Спасибо, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, лайкайте. Дальше будет интересно. Всем пока, пока.